Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и мы с вами продолжаем проходить Эндерал. Сейчас я отправляюсь на церемонию, я уже подождал необходимое время, и вот нас сейчас будут уже награждать, так сказать, чествовать. Время пришло. Выйди вперед, прорицатель. Я знаю, что вы испытываете недоверие. Это первый случай в истории Ордена, когда чужак получит святое посвящение. Вы считаете это предательством нашей Хартии, а значит, и всех нас. И действительно, это правда, что традиции укрепляют Орден. Мы управляли этой землей в течение многих тысячелетий, и в течение многих тысячелетий мы доминировали. Я также знаю что-то, что произошло два года назад. Да, мы находимся в кризисе, да, наши основы кажутся раздробленными. И теперь вы полагаете, что я скорняю даже те немного, что осталось, посвящая беспутно. Но вы ошибаетесь. Всегда находились люди, готовые отдать свои силы Ордену, такие, как вы и я. Да, мы служили Рожденным Светом, но потому что они воплощали идею. Идею мира через стабильность. И даже теперь, после их гибели, мы будем развивать эту идею. Мы стоим перед лицом угрозы миру, каким мы его знаем. И чтобы бороться с угрозой, нам нужна одна вещь, превыше всех остальных, готовность идти на жертвы ради общего блага. Этот мужчина, как и послышница Закареш, показывает нам свою готовность. У него есть талант и дар, и способность нести ответственность. Вместо того, чтобы бежать от этой ответственности, он, столкнувшись с ней, находит нас. Он и решает пройти. Посвященный... Повторяйте мои слова. Это день, когда мое старое я умирает, сегодня я получаю сигил. Это день, когда мое старое я умирает, сегодня я получаю сигил. Теперь я живу, чтобы мечом и разумом защищать путь, свою землю и тех, кто слаб. Теперь я живу, чтобы мечом и разумом защищать путь, свою землю и тех, кто слаб. А это ты говоришь, повторяешь что, да? Понятно. Пока смерть не освободит меня от службы. Пока смерть не освободит меня от службы. Итак, вы провозглашаетесь хранителями первого сигила. Встаньте. Теперь давайте вместе прощем святые слова. Ты мой свет, мой проблеск на горизонте. Твое имя, мое причастие. Твой путь буду чтить в жизни и смерти. Да направит меня твой свет. А теперь идите, братья и сестры, и отдыхайте. Нам понадобится наша сила. Идите и возьмите вашу броню в храмовой кузнице. Потом встретимся в обители. Есть новости. А что такое эти сигилы? Я давно хотел узнать. Ранги. После прохождения послушником испытания, ему присваивается первый сигил. И в течение нескольких лет он, если он окажется достойным, он посвящается выше ранги до четвертого сигила, выше которого только Тручеса и Великий Магистр. То есть я. А, вон он и что. На сигильский камень мне, понимаете, сразу вспоминается сигил. И это все? Теперь я хранитель ордена, да? Ну, давай, выбирайся уже. Да, первый сигил. Наши магистры будут тебя учить, наши кузницы обеспечат тебе экипировкой. Это все, что я хотел. Приятно. Тогда увидимся. Богословляю твой путь. Часть третья. Фрагменты прошлого. Получите одеяние хранителя в кузнице храма. А еще с ним пообщаться теперь надо будет. Хорошо, пойдемте сперва, наверное, получим, да? А потом с ним пообщаемся или наоборот, может, и сделаем? С ним сперва поговорим, а потом уже по ходу дела будем идти? Нет, хотя это у нас дополнительно. Если сейчас с ним пообщаюсь, кое завалится, и потом я не найду вообще этого кузнеца, где он там стоит. А снаряжение надо получать. Снаряга здесь очень-очень сильно играет роль, потому что, ну, действительно, враги трудные, и все очень тяжело достается. Все очень дорого стоит. Ну, и в целом не так много попадается. Так, а походу это где-то там и было, я смотрю, здесь-то мы как-то и не встретимся с ним. Очень странно как-то, хотя показывало вроде бы на дверь в какой-то момент. Не понимаю, может быть, курсор меня ввел в заблуждение, либо это было где-то под этой дверью, возможно, надо было пройти наоборот, вниз спуститься. О, привет, стой, 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 стой. Уже не хочет говорить. Да, точно, где-то внизу, значит, наверное, в этом же зале, но только где-то там. Мы тут, по-моему, лестницу видели. Да, точно. О, да-да-да-да-да. Или я один, может, видел. Когда тут прогуливался, не помню. Мне тут сутки пришлось ждать его, пока они там решение все это сделают. То есть я ожидал, сидел. Храм солнца, ну пойдемте. Снарягу получать, ух ты, а арт нам показали наконец-то, а то все пустые экраны были. Быстро и безопасно путешествовать по Индоравлу можно верхом на Мираде. Я, кстати, на нем, по-моему, ни разу еще и не ездил. Вроде бы. Я точно знаю, что я их видел, я к нему подходил, смотрел ему в лицо. Он похож на верблюда четырехглазого. Лицом. Ну, а в целом, я не знаю, все-таки я привык ездить на силстрайдерах. Это как-то уже привычно, что ли. Этим я пока что еще не доверяю. Ну, надо будет потом прокатиться. Так, ну что. Где же ты наш кузнец родненький? Опять же, где-то внизу сидит. Как туда пройти, неизвестно. Ух ты. А храм-то очень крутой. Посмотрите, на каком возвышении он находится. Конечно, сейчас все очень туманно. Особо так не увидишь там вдали ничего. Кстати, вначале мы, когда начинали, все было очень сильно радужно. Прям ярко. Птички чирикали везде. Стрекозы летали, бабочки. А сейчас каждый раз я смотрю, все что-то темнее и темнее становится. Все более серое. Все более так мрачное. И че ты не разговариваешь со мной? Я ж с тобой пообщаться хочу. И нашли это, пресловутый, одаренный. Хальда Крепкорук. Кузнец Святого Ордена. Таков мой путь. Рада встретиться с тобой. Великий магистр сказал, что я смогу получить мои доспехи здесь. А, точно. Широко всежидаемый новый хранитель. Тебе, несомненно, удалось и наделать тут шуму. Я дам тебе их. Итак, роба, кольчуга или латы? Ага, короче, самая легкая для магов, кольчуга средняя для меня, да, и латы это для тяжеловесов. Ну, я средненький, я таскаю такое. Кольчуги всякие разные, кожаную броню. Давай ее. Ладно, держи. И не важно, что ты думаешь обо всем этом. Носить эту броню честь, заруби себе на носу. Большинство из нас дожидались этого десятилетиями. Понятно. Благословляю твой путь. Легкий шлем, легкая кераса, ботинки, да, круто. Легкая броня, а то, что мне нужно как раз для лучника. Ну, давайте сразу тогда и оденемся. Прикинем это все, посмотрим, как это все выглядит. Может быть, мне что-то оружие подкинули, я так-то не заметил, что там было у нас. Ну-ка, по урону, что у меня самое мощное? Самое мощное у меня лут морозного ветра, и хотя он у меня и так уже стоит, поэтому бог с ним. Так, броня, легкая кераса городской стражи. То это мне и дали. Ну, не знаю, как это она пестрая, прям как роба из Гриффиндорф. Какая-то, смотрите, красная и со львом еще, и вдобавок полосатая. Здесь это, как шарф у гриффиндорцев. Ну, давайте одевать ее. Что нам? А это что за легкий шлем городской стражи? Котелок какой-то вообще, в нем только похлебку варить, суп какой-нибудь. Но все равно, накинем, конечно же. Так, ботиночки. Ботинки, кстати, у меня, по-моему, были лучше. А, нет, у меня что-то было лучше, потому что сейчас было со свойствами. Я точно не помню, что именно. Эти тогда тоже оденем. Ладно. Ах, вот, тяжелая броня у меня есть. Надо было бы ей сейчас продать, возможно. Ну, а, во, у меня капюшон был. Цены выгоднее у меня. И атаки одноручным оружием наносят на 4% больше урона. Увеличивает ваш запас еще вдобавок. Хорошая штука была. И вот, луки наносят на 5% больше урона. Навык ношения легкой брони. Увеличивается на 3 единицы. Это я менять не буду, конечно же. Перчатки я... Если мне даже их и дали, Хотя я их не вижу. Я бы их все равно не стал бы менять. Походу их нет. Так как мы выглядим, ну, не знаю, такой типичный, знаете, Ну, не очень это на самом деле выглядит. Я больше похож действительно сейчас на какого-то стражника. Типичный стражник, а не приключенец. Мне больше нравится выглядеть, как какой-нибудь заправский разбойник с дороги. В каком-нибудь капюшоне темно-мрачном. Не в какой-нибудь броне клепанной кожаной. Вот это да. Ну, либо черной броне. Значит, тебе и впрямо удалось добраться сюда, одаренный. Прими мои поздравления. А хоть я и не уверен, что эта новость порадует всех так же сильно, как великого магистра. Ну, я теперь тут знаменитость, известность. Это я, знаете, прям себя ощущаю в каком-то Хогвартсе, Гарри Поттером. Хожу, и мне все встречают и это, узнают в лицо. Ого, это ты, ты смог пройти, ты избранный. Привет, у меня броня лучше. Добро пожаловать. У тебя, наверное, латы надеты. А у меня кольчуга. Ну и ладно. Пойдем с ним, пообщаемся. Наверное, сейчас последние какие-то наставления даст. Он же сказал, что у меня есть какое-то дело. Возможно, где-то что-то было замечено. И так как я теперь вхожу в круг избранных, ну, уже в таких более-менее посвященных, меня, наверное, будут в эти все дела впутывать, будут рассказывать то, что не дозволено знать всем остальным. Само собой, у них есть, ты же знаешь, этих бюрократов. Они это все же сделают. Очень хорошо. Благодарю за твои усилия. Мой друг. Не за что. Я лишь надеюсь, что вы знаете, что делаете. Понимаете, многие восприняли. Курс, на который встал Орден с момента вашего возвращения, несколько встревожено. Маги Нартузула в храме, хранитель чужеземец. Слишком много всего навалилось. Я знаю, Джорек, но кто-то должен ответить на эту угрозу. И если мы это будем нему, то кто? Да, думаю, вы правы. Все, вы поговорили, и я не хотел вам мешать встревать в ваш разговор. Да, в этом есть смысл. Стоять. Профит, Сатер, тебе удалось уже здесь освоиться? Ну, думаю, что да. Хорошо. Важно, чтобы тебе удалось привыкнуть к этому месту. В будущем это станет основой всех действий. Сейчас мы еще скрываемся во тьме, как истинная природа этого цикла. Фрагменты — это все, что у нас есть, и мы изменим ситуацию. Мы нашли два пути, и я хочу направить тебя по обоим из них. Прям сразу по обоим? Прям даже? А какие именно? Первый имеет отношение к каменным фрагментам из Старого Рошанграда. Пегаст еще не сказал о вам, но все они вместе формируют так называемый Сигельский камень, который нам необходим. Чародеи уже сложили его, но нам по-прежнему не хватает части ритуала, чтобы активировать его, и для этого нам нужна память умершего человека. Второй путь связан с открытием, которое мы сделали в Сердцеземье. Это может быть существенно, если не единственной нашей перспективой в борьбе. С чего ты хочешь начать? А мне вообще без разницы. По порядку все. Так, встречи, все. Встретили, помогите на раскопках, найдите воспоминания мертвого. Давай по порядку, с камня. Так, давай начнем с камня. Для чего он там нужен? Все просто. Я сказал тебе, что пирицы знали о цикле, и они также сражались за него перед тем, как исчезнуть. Сигельский камень был магической защитой, которую они создали для защиты самих себя от красного безумия. Защитить? Как? При помощи небольших фрагментов, которые однажды разделились во время определенного ритуала, который к этому привел. Носи один из этих фрагментов, и он послушает для твоего духа щитом. Камень не создат достаточно защиты для всех жителей арка, но их будет достаточно для всех нас, хранителей и стражек. Проблема в том, что мы почти ничего не знаем об этом ритуале, а те, кто знал, уже мертвы более тысячи лет. И поэтому нам нужна память мертвого человека, да? Верно. Весь план вращается вокруг экспоната в Хроникуме, замороженной труппы рийцы рыбака, которого нашли в Северном море несколько лет назад. А мы как-то должны получить доступ к его воспоминаниям? Да. Лёд спас его тело от разложения. Но лучше сходи в Хроникум и поговори с Верховным Магистром Мереджалем. Он сможет объяснить это лучше, чем я. Понял. Так, надо этот квест выбрать нам тогда, раз такое дело, а то он у нас автоматически не ставится почему-то. А хотя нет, есть, помогите. Страна, найдите воспоминания мертвого. В принципе, так-то оно все поставлено у нас здесь. Да, у меня сейчас просто на слово мертвеца, наверное, это перекинулось. Он как бы ясненько. Ладно, хорошо. Там уже немножко, наверное, другое подразделение этого квеста. Ну хорошо, живем в этом замке. Мне здесь определенно нравится. Слушайте, вот я вот это не видел. Ничего себе, статуя-то какая красивая. Ангел, самый настоящий каменный. О, у них, по-моему, роба, как у меня. Очень похоже. Ну ладно, пойдемте. Поговорим. Узнаем сейчас о задании. Я думал, уже мы в этой серии с вами уже куда-нибудь отправимся. В какую-нибудь пещеру, форт или еще что-нибудь. Какая-нибудь дальняя дорога у нас будет. Но пока что, опять же, нас здесь туда-сюда мотают. С разговорчиками, с тем всем. На самом деле, это тоже неплохо. Так, и где же ты стоишь, друг ты мой? Ну, где-то все рядышком, конечно. Прорицатель. Да, это я собственной персоной. Но меня не особо здесь чувствует так. Потому что я все-таки как бы не истинный. Я просто какой-то залетный тут левый пришел и внедрился. И вообще-то никогда такого не было. Ну, зато с другой стороны, я отличаюсь от них всех. Потому что это безумие меня самого нашло, в принципе. Те, они как бы, ну... Они придумали себе такую цель в жизни. А я даже и не хотел этого. Вы, я слышал, вы прошли испытания, не становись послушником. Полагаю, вас стоит поздравить. Великий магистр, должно быть высокого о вас мнения. Да, да, да. Даже не был послушником, а сталым. Вот так вот у меня. Я сам этого не хотел, поэтому не надо тут на меня. Ух ты, какая красивая библиотека. Очень красиво. Здесь у них еще и этот стоит. Ты мой свет, мой проблеск на горизонте. Эх, нельзя в него посмотреть. Забыл, как он называется у нас. Телескоп точно, блин. Все, у меня перископ в голове крутится и все. Ох уж это современное поколение, блин. Перископы все эти. Так, ладно, давайте посмотрим, где он стоит. Где-то уже в этой комнате. И что в этом такого необычного? Как по мне, наш приятель выглядит, как ваш обычный труп в крипте. Нет, это не так. Ты видишь эту отметину на лбу? Этот символ и шийцев, один из двух касс священников, которые служили Пирийской империи, как рожденный светом делали. Он не был высшим священником, но и непростным послушником. Давайте просто будем надеяться, что он участвовал в создании этого сигильского камня в Пирийскую эру. Ну, надежда не причинит боли. Но, посмотрите. Даль вверх, верховный магистр. Как складывается ситуация? Благословляю ваш путь, Великий Магистр. Мы в порядке. Все готово. Так, это он? Да, это Прорицатель. Хм, интересно. Действительно интересно. Я представлял вас иначе. Я Лексель Мериджелли, верховный магистр священного ордена. Рад познакомиться с вами. Итак, с чего мы начнем? Великий Магистр уже рассказал вам о цели нашей миссии. Нам нужно каким-то образом достать память из этого мертвого Пирийца, потому что он знает утерянные слова для ритуала. Верно. А сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, как это возможно. И тут в игру вступает слово мертвеца. Древняя реликвия. Слово мертвеца? Я думал, это просто легенда. Нет. Оно существует. И мы даже знаем, где его искать. Просто чтобы тебе было понятнее, слово мертвеца — это артефакт, который позволяет вступать в разум умершего человека, чтобы вновь пережить его последние воспоминания, будь это твои собственные. Будто. Вы хотите просто сделать это с нашим замерзшим приятелем. Это и есть великий план, верно? Верно. Вам нужно найти слово мертвых, которое перенесет для вас в тело и мысли перейца. И там от вас потребуется найти слова для ритуала. Короче, мы в его мысли перенесемся, но это так неплохо. Прямо это очень как-то загадочно все. Эх. Предполагаю, что именно мне выпала часть попасть в эти воспоминания. Что именно мне нужно искать? Ну, нам не хватает только последних слов этого ритуала. Вам нужно искать свиток с орнаментами, который выглядит точно так же, как тот нарисованный, что я вам сейчас предоставлю. Все, что от вас требуется, это запомнить глифы и свиток. Затем нужно будет их записать, когда вы вернетесь в мир живых. Блин, на память я это очень, как бы, не знаю. Очень трудно будет. Я вряд ли запомню, наверное. Почему этот ритуал нуждается в словах? Магия, настолько мне известно, безмолвная. Это правда, но сейчас мы говорим о другом роду магии. Она работает схожа с забытой школой энтропии. Вербальные заклинания. Ясно все с вами. И как мне ориентироваться в его воспоминаниях? Я не говорю на переиском. Все верно, но священник мог. И, согласно легенде, это поможет тебе все понять. Ладно, ну хорошо. Так где я могу найти это слово мертвеца? Ну, это... Есть старое поместье на западе Эндерава, которое принадлежит старому коллекционеру артефактов, но подсказали, что слово мертвеца в его владении. Подождите-ка, вы говорите об этом, чудаки с кулака. А с куклами? Старце из народной песни? Да. О, появился тут. Еще и молча. Что ты хотел сказать мне? Ты говори, не бойся. Так, ладно. Итак, нам нужно будет отправиться в его поместье и как-то забрать артефакт у него. Не нужно его забирать, достаточно просто найти его, использовать на пилице, а затем уйти. Ты отправишься к поместью с Далли Вареком, дождешься полуночи, а затем представишься старцу как собрат-коллекционер артефактов. Затем ты предложишь ему эту брошь, и если все пойдет хорошо, он предложит помещение на ночь, чтобы провести переговоры утром, а затем все зависит от времени. Выберись из комнаты, найдя своего мертвеца, и телепортируй перейти к себе. Как это сложно выглядит. Ожерелье... Ух ты, блин. Мне его еще и найти, там надо будет у него выкрасть, походу, как-то. Да, серьезная задачка у меня тут намечается. А к чему такая секретность? Разве не может орден просто заставить старца отдать артефакт, надавить на него, так сказать? Хороший вопрос, но нет. Старец, он особый, так сказать. Даже рожденный светом приказали нам оставить его в покое, и только Черному Стражу известно почему. Черный Страж? Таким образом, если мы просто обманем его, мы хотя бы сделаем это незаметно. Именно поэтому ты, наемник, отлично подходите для задачи. Никто не свяжет ваши лица со Святым Орденом. А что нам делать, если что-то пойдет не так? Тогда вы убежите. Не должно быть насилия, несмотря ни на что. Понятно. Короче, если мы попадемся, драться нельзя, только скрываться. И как именно мне стоит использовать это слово мертвеца на пирице? Верховный магистр? Да. Ну, это хороший вопрос. Мы не знаем, потому что даже не знаем, как выглядит артефакт. Ну, как там в поговорке доказательства поедания в пудинге? Ну, мы как-нибудь разберемся. И даже если не так, то это определенно звучит как приключение. Это большая ответственность. Учтите это. Но верю в вас двоих. А теперь в дорогу. Как только вы будете готовы, эта миссия будет плодотворна. Я чувствую это. Ну, намудрили. И вот они ушли. Ну что, наемник, ты-то готов? Нет. Такой красавчик голливудский прям. Хочу себе такую же прическу, только у нас умеют стричь под машинку и все, и больше ничего. Мне казалось, ты хотел быть сейчас на корабле назад на пути в Киле. Я тоже так думал, да. Но когда предложения от святого великого министра к тебе приходят лично, я не могу сказать нет. Честно говоря, все это звучит чертовски заманчиво. Путешествие по памяти мертвого перийца. Я бы сделал это за бесплатно. Не могу дождаться, когда все развернется. Ну так что, пошли? Ага, встретимся у башни Мирада на западном утесе. Я пока соберу свои вещи. Ну, собирай. На западном утесе он говорит. Ну, хорошо, интересно, это где вообще находится? Да, какие атмосферные локации? Локации очень... Беспутность. Куда ни смотри. Куда только это приведет? Все расставлено очень красиво. Вот эти глобусы всякие и прочее. Все, ну, прям... Ляпота. Так, ладно. Выходим отсюда. Вот теперь точно намечается большующее приключение. Сейчас не просто мы будем ходить по комнатам и общаться с ними. Сейчас нас прямо отправляют в какое-то серьезное задание. Я чувствую. В какое-то поместье какого-то коллекционера. И, судя по всему, мы там увидим, наверное, немало всяких различных интересных вещей. Ну, представляете? Коллекционер знаменитый, который даже не трогает наш орден, в котором мы состоим. Как бы особая такая шишка, личность, наверное, здесь в Эндерале. Сторону его пытаются обходить. Ну, должно быть очень крутое. Но я думаю, там охраны тоже будет не меньше, чем интересных вещей. Куда идем? А, через выход мне, наверное, хотят просто. Давайте посмотрим на карту вообще тогда. Раз такое дело у нас, в принципе, здесь доступны быстрые перемещения башни Мерода на Западном Утесе. То есть он меня здесь должен ждать, встретиться с Жаспаром. Да, точно. Но мы можем туда добраться, от этой пещерки вот так вот раз пройти вверх и сюда. Давайте таки сделаем, наверное. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч!